Молекулы полимеров Это суммирование межмолекулярных сил Это означает то, что молекулы полимеров притягиваются друг к другу Как на самом деле притягиваются и молекулы воды То есть вы наверняка все знаете и слышали, что есть такая водородная связь в воде Вот в полимерах есть нечто похожее Конечно не настолько сильно, как водородная связь Но зато молекулы настолько длинные, что эти силы все равно получаются огромными Поэтому полимер, он на самом деле немного похож на колбок шпагата Он очень жесткий, если на макулярном уровне смотреть И третий, это временной характер движения макромолекул Это значит, что молекулы полимера двигаются не так, как маленькие молекулы Они достаточно медленно двигаются Но это можно сравнить, как ползет змея То есть они медленные и неповоротливые И вот последнее как раз придает им некоторые интересные особенности И еще поговорим с вами про агрегатное состояние полимеров К сожалению, полимеры, обделенный класс веществ Они не могут находиться в газообразном состоянии Еще говорят, что полимеры не пахнут Потому что молекулы настолько тяжелые, что их невозможно испарить Они будут при этом разлагаться Но зато они это компенсируют тем, что их твердое состояние Бывает двух, а то и трех видов Основное это стеклообразное состояние То есть полимер, в принципе, похож на стекло, твердый Ну вот, например, бутылки, да Они находятся в стеклообразном состоянии Есть еще у полимеров высокоэластическое состояние В этом состоянии, это все знакомые вам резинки В этом состоянии полимер может растягиваться в несколько раз И потом возвращаться к исходной форме Ну и, наконец, некоторые полимеры, хотя не все Только линейные, так будем говорить Могут находиться в вязкотекущем состоянии Ну, то есть текут как жидкость Хотя и вязкость у них намного больше Ну, вот это пример, на самом деле Чем отличается линейный полимер Который состоит из молекул, не связанных между собой химическими связями При нагреве он течет А сетчатый полимер не течет Он не теряет форму Вот, как видно здесь на слайде На самом деле здесь есть еще различия Наверняка вы не все, может быть, осознают Чем отличаются пластик и полимер Вот пластик — это полимер в твердом состоянии, в стеклообразном А эластомер — это полимер, который находится в высокоэластическом состоянии И примеры таких полимеров здесь есть на слайде Это перчатки, резина, покрышки, обувь и так далее Ну, а пластики — вот вверху тоже есть примеры Просеющиеся до бутылки, автомобили, детали самолетов Сейчас делают из пластиков Еще поговорим о каучуках Каучук — один из самых известных с древности полимеров Известен был достаточно давно Был такое растение гивея И его сок содержал натуральный изопрен Это полимер Полицис изопрен Вот, затем он показан на слайде Сейчас умеют получать искусственные синтетические аналоги Натурального каучука Но также в древности, неизвестно, кто точно это сделал Было совершено очень интересное открытие Природу которого долго не понимали Понимать достаточно уже в современном времени научились Это вулканизация Оказалось, что если натуральный каучук смешать с серой и нагреть То он превращается в резину Это на химическом уровне Сейчас мы можем сказать, что происходит сшивание цепей Который превращает разрозненные линейные молекулы в пружину, по сути И как раз это позволяет полимеру возвращаться в исходное состояние Без остаточной какой-либо деформации О чем я здесь, к чему я все это вам говорю Вот как вы думаете, как шины, в основе которых лежит либо натуральный, либо синтетический каучук, влияет на экологию? Негативно С одной стороны да, потому что один из больших мировых вызовов Это то, как правильно утилизировать шины Никто не умеет этого делать, точнее умеют Но столько в шинах всего понамешано, помимо полимерной основы Что очень тяжело экономически, ну как бы рационально его утилизировать То есть это можно сделать, но это очень дорого Поэтому, как правило, шины не перерабатываются Да, сваливают их куда То есть самое лучшее, что можно сделать Это, допустим, переработать в крошку Которую потом добавить в асфальт Или в детских площадках вот это мягкое покрытие И то, это как бы дорого Это делается больше для экологии, чем для экономики Но на самом деле, если подойти с научной точки зрения То вот эта структура, про которую я говорил Дело в том, что полимеры И вот эти три их особенности, о которых я говорил Они приводят к тому, что полимеры умеют рассеивать энергию То есть если мы прикладываем к ним какую-то нагрузку Даже к каучукам То часть идет на упругое взаимодействие А часть идет на нагрев этого полимера Так вот, в плохих шинах на нагрев идет достаточно много, как выяснилось А в хороших шинах, в которых правильная молекулярная структура На нагрев идет значительно меньше В итоге, если мы будем производить качественно хорошие шины То можно понизить расход топлива на 15% Можете себе представить, если все начнут ездить на качественных шинах Что такое 15% топлива экономии в масштабах планеты? Таким образом, если делать хорошие шины То можно не только загрязнять и экономить Но и экономить А еще вот это явление рассеивания энергии Спасает не только экономию, не только экологию Но и наши с вами жизни В некоторых особых полимерах Например, таких как полиарамид или кевлар Это способность рассеивать энергию настолько сильная, что из них делают бронежилеты И если сравнивать, например, с остальной пластиной Если мы ее поместим в нагрудник И в нее попадет пуля То можно все равно умереть Потому что энергия настолько сильная, что от За броневых эффектов все равно можно погибнуть А вот полимер Рассеивает эту энергию равномерно и гасит ее Поэтому Он и применяется в бронежилетах А не применяются, например, в стальные пластины Еще для этих целей используется сверхвысокомолекулярный полиэтилен У которых до 10 миллионов молекулярной массы достигает Ну вот теперь про экологию Дело в том, что вообще-то пластик можно перерабатывать Особенно здесь хорошо работает полиэтилен терифталат Из которого делают пластиковые бутылки Вот здесь на ладе показано, сколько всего можно сделать из полиэтилена терифталата И самое главное, что его можно перерабатывать неограниченное количество раз И практически полностью без отходов Можно его вновь превратить в мономеры Потом опять в полимеры То есть здесь вот чехлы, ручки, часы, одежда Все это можно сделать из обычных пластиковых бутылок Поэтому пластиковые бутылки это на самом деле Один из самых лучших полимеров Еще вот такая диаграмма, где сугубо экономика Внизу на графике показано, как растет производство По годам производства упаковки Видно, что пластика, во-первых, производится больше всего И к тому же пластик больше всего возрастает производства И на самом деле это хорошо Потому что если бы было у нас стекло или алюминий То посмотрите, какой расход был бы выбросов СО2 При использовании алюминия или стекла И какой удельный объем потребления электроэнергии На производство алюминия и стекла На пластика меньше практически на один или на два порядка Таким образом можно сэкономить очень много энергии И предотвратить выброс огромного количества СО2 Если просто использовать пластиковую упаковку вместо какой-то другой Ну, также статистика такая, да, просто цифры Что 15 миллионов деревьев можно сэкономить Если не использовать бумажную упаковку Также сейчас вот крафтовые пакеты модно, да Но кто-то забывает, что огромное количество воды уходит на то, чтобы их сделать И, наконец, такой еще простой вариант, да Банально у нас упаковка из стекла весит значительно больше, чем пластик Пластик вообще легкий Это его основное преимущество по сравнению со всем остальным То есть он имеет плотность органических веществ, но при этом прочный То есть представьте, насколько больше необходимо будет затратить горючего Чтобы банально перевести напитки, которые мы ежедневно потребляем Если мы их будем перевозить в текле, а не в пластике Ну вот цифры опять же на слайде Более передовой пример – это полимерные композиционные материалы Которые сейчас проникают во все высокотехнологичные отрасли промышленности В частности, вот, например, самолет МС-21 Наша национальная гордость имеет черное крыло Почему его так называют? Потому что оно сделано из композита полимерного Это углеродное волокно, пропитанное полимерной смолой, отвержденной В современных самолетах до 50% массы могут быть из композитов И уже сейчас даже те самолеты, которые есть Это, например, МС-21, это Boeing 787, это Airbus A350 Эти самолеты позволяют экономить до 15% топлива За счет того, что они легче Опять же, думаем, что такое 15% в масштабах планеты Но вообще-то есть, конечно, зло в пластиках Это пластиковые пакеты И это на самом деле сложно Потому что их очень сложно перерабатывать И вряд ли кто-то может представить, что когда мы собрали мусор Его отвезли на помойку Что кто-то будет вынимать мусор из этих пакетов Потом эти пакеты мыть и как-то перерабатывать Поэтому для того, чтобы преодолеть проблему пластиковых пакетов Придумали биоразлагаемые пластики В частности, вот здесь полилоктит Это, кстати говоря, в том числе и наша технология У нас в университете научились из сахарной свеклы Получать сразу, ну не сразу, а последовательно Путем ряда превращений полилоктит, полимолочную кислоту Этот полимер при компостировании всего за несколько недель Превращается сначала в безвредную органику Которой могут питаться бактерии Какие-то безвредные также Либо в дальнейшем в СО2 и воду То есть нет такого, что Как полиэтилен будет сотни лет лежать в земле Но это вот решение упаковки Но это вот то, что сейчас у нас О чем я говорил, это скорее Так будем говорить, пассивное сбережение экологии и ресурсов Теперь поговорим, как некоторые другие Более редкие и необычные виды полимеров Могут помогать развивать альтернативную энергетику Вообще, одна из величайших проблем энергетики современной Это то, не столько, как получить энергию Дешево и легко А как еще ее сохранить? Не зря у нас ночью электроэнергия Стоит значительно дешевле, чем днем Вы знаете, что в несколько раз дешевле Почему? Потому что хоть как-то Людей подстегивают к тому, чтобы ее потратить Потому что когда у нас идет Перевыработка электроэнергии Это тоже плохо Это нагрузка на сети Там что-то выходит из строя И допустим батареи электрические Которые сейчас, например, Илон Маск Выпустил аккумулятор Тесла Который ставится в доме И ночью, когда нет света Допустим, от батареи заряжается Потом отдает Может лишить лишь отчасти Потому что у него ограниченная емкость Более перспективно Это переход к как называемой водородной экономике Это, конечно, будущее Но в перспективе Можно делать как? Избыток электроэнергии Которая у нас образовалась от солнечной энергии От гидроэлектростанции От какой-то еще Неважно Можно ее пустить на электролиз воды И водород, который выработался Можно хранить в каких-то специальных накопителях О которых сейчас я еще расскажу И теоретически такие накопители Можно сделать любого объема Если научиться их делать безопасными И таким образом мы могли бы решить проблему Сохранения энергии Да, впрок То есть здесь водород Это не как топливо А как способ накопления энергии И про водород сейчас немножко мы поговорим А что вообще делать с водородом? Как его использовать как топливо? Использовать его путем, допустим, просто замены топлива Допустим, заменили бензин на водород Так не делают Это очень опасно Потому что водород, ну все-таки он энергетически немножко отличается от традиционных углеводородов Поэтому есть другие способы И один из таких способов называется топливный элемент Топливный элемент это электрохимический источник тока Такой же, как батарейка или аккумулятор Такой же, да не такой Отличается он тем, что до тех пор, пока мы подводим в топливный элемент топливо Он будет вырабатывать электричество путем непосредственного окисления этого топлива Без дополнительных стадий Вот, допустим, атомная энергия Да, она, вы знаете, что она одна из самых чистых и энергоемких Но все равно в ней есть побочная стадия То есть сначала идет расщепление атома Потом идет нагрев пара, который крутит турбину Которая уже вырабатывает электричество Здесь не так Здесь идет окислили водород, сразу получаем электричество То есть имеем на порядок больший коэффициент полезного действия В отличие от этого, в аккумуляторах, в батарейках есть ограниченный ресурс реагентов для окисления Которые, когда заканчиваются, у нас батарейка разряжается или аккумулятор разряжается Ну вот, некоторые цифры такие, да Что если мы сделаем автомобиль Справа смотрим, да Если мы сделаем автомобиль То КПД у самого лучшего двигателя внутреннего сгорания максимум 25% У электромобиля с топливным элементом может быть уже он быть до 80% Самый, конечно, высокий КПД у электромобиля Такого, как Тесла Но здесь необходимо помнить, что аккумулятор в Тесле нужно зарядить сначала А электромобиль с топливным элементом достаточно закачать водород То есть, если мы запасаем энергию в водороде То самым эффективным оказывается электромобиль с топливным элементом Ну вот, некоторые уже существующие применения в мире топливных элементов Это автомобиль Honda, выпускается в Японии Очень популярно сейчас, и уже вы можете сами купить это в магазине В пауэрбанке с топливным элементом Он, кстати, очень интересно работает В нем нет водорода, но в нем есть картридж В котором содержится вода и какой-то металл Например, активированный алюминий И когда вы вставляете картридж в это устройство То протыкается ячейка с водой Она начинает взаимодействовать с алюминием Выделяется водород и начинает вырабатываться электричество И если, допустим, вы идете в поход Вы можете взять с собой такой топливный элемент И несколько картриджей И вам его хватит надолго, и вы полностью автономны Еще очень популярно это дроны, летающая робототехника Это то, где топливные элементы Также могут оказаться наиболее эффективны По сравнению с любыми другими источниками энергии Ну, это вот устройство К чему я вам все это рассказываю И где здесь полимеры вы скажете Дело в том, что топливный элемент Не может работать без так называемой полимерной мембраны Функция которой состоит в том Чтобы водород, который расщепился на платиновом катализаторе Пропускать только в одном направлении Задача мембраны в том, чтобы пропускать протоны Через мембрану и больше ничего не пропускать Таким образом электроны пойдут у нас через внешний контур И вот так вот выглядит химическая структура Одного из таких полимеров Полимерных мембран, называется он нафион Как видите, по химической структуре он похож на тефлон Который в сковородках используется еще как покрытие Но к нему привиты группы, похожие на серную кислоту Но они химически связаны с основной цепью полимера И в итоге это позволяет полимеру образовать такую вот мембрану Которая заполняется водой И через нее проникают только протоны За счет этого топливный элемент может работать К сожалению, без мембран топливный элемент работать не может Так же как и без платинового катализатора Ну вот это для сравнения, сколько стоят компоненты топливного элемента Платиновый катализатор стоит большую часть А на втором месте как раз стоимость мембраны Квадратный метр стоит 700 долларов То есть это такой серьезный полимер, который выгодно производить Еще поговорим с вами про литиевые... Заканчиваю сейчас уже Еще поговорим немножко про литиевые аккумуляторы Вы знаете, что есть два основных вида литиевых аккумуляторов Литий-полимерные и литий-ионные Вот литий-ионные, они внешне похожи на обычную батарейку Они в таком металлическом корпусе и круглые А литий-полимерные могут быть любой формы Вот, например, такой, да, тоненькой Толщиной до 1 мм они могут гнуться и иметь любую форму В этом их преимущество с литиевыми обычными Еще одно преимущество это то, что электролит В литиевом-ионном аккумуляторе Он жидкий и представляет собой органические соединения С маленькой вязкостью и очень горючие Именно поэтому литий-ионные обычные ячейки Которые есть в любом ноутбуке И которые в той же Тесле И которые делают на Гигафабрике в США Там обычные литий-ионные аккумуляторы Они не зря металлические и достаточно тяжелые Это необходимо для их защиты Потому что если их не защищать Оттуда может вытечь электролит раз И если мы механически их повредим То они вспыхивают как факел Это два Литий-полимерные аккумуляторы в этом плане Значительно меньшей защите нуждаются И поэтому они могут быть намного легче Поэтому практически в любом телефоне Именно литий-полимерный аккумулятор Обеспечивает он безопасность Как работает литий-ионный аккумулятор? Здесь реагентом для окислительно-восстановительной реакции Является собственно литий Литий с зарядом степенью окисления 0 Это в заряженном состоянии Литий-плюс это в разряженном состоянии Принцип немножко похож на то, что мы говорили С топливным элементом, но ограниченный ресурс И опять же нужна нам некая мембрана Которая селективно будет пропускать только катионы лития И в литий-ионных аккумуляторах для этого используются органические эфиры А в литий-полимерных используется вот такой вот необычный полимер Полиэтиленоксид И здесь опять проявляется уникальное свойство полимеров Который позволяет без механического перемещения Все равно пропускать частицы Это не заряд, обращаю ваше внимание Это частица, и она проникает через твердый полимерный электролит Он твердый, но он находится в высокоэластическом состоянии И в этом состоянии цепи полимера гнутся Поэтому по ним, как по направляющимся, перемещаются катионы лития И за счет этого работают телефоны, которые у вас всех есть в кармане Какие есть проблемы? Наверняка вы сталкивались, что айфон прекрасно работает А потом мы выходим на мороз, и батарейка раз и сразу в ноль Наверняка сталкивались с такой ситуацией Почему так происходит? А потому что полимер из высокоэластического состояния Переходит в стеклообразное И понятно, что через стекло у нас частицы проникать не могут Поэтому заряд-то там есть Но аккумулятор не работает И вторая проблема То, что как и литий-ионные обычные аккумуляторы Они очень боятся короткого замыкания И здесь у меня должно быть видео Но, к сожалению, его нет Но это не важно Потому что если замкнуть заряженный аккумулятор То он вспыхнет буквально как факел И факел будет выше моего роста Из одного маленького аккумулятора Вот это вот проблема Поэтому здесь расскажу о нашей разработке уже Вот я занимаюсь химией полифосфазенов Вот здесь они на слайде Это особые такие полимеры, которые состоят из фосфора и азота Если на них прививать химические такие вот группы Похожие на полиэтиленоксид, но не такие длинные Вот как здесь, олигоэфирные То они тоже обретают способность проводить катионы лития Но отличие в том, в отличие от полиэтиленоксида Что фосфазены вообще не горят Таким образом мы можем решить вот эту проблему горючести У нас фосфазен будет предотвращать горение И второе, что дает фосфазену У него температура стекловаяния минус 80 Это означает, что он сохраняет свойства резины до минус 80 Это на 40 градусов меньше, чем полиэтиленоксид Таким образом, если заменить обычный полимерный электролит на фосфазеновый То можно избавиться от этой проблемы потери заряда при низкой температуре Но и горение, конечно, это большая проблема Вы знаете, что какое-то время даже были запрещены смартфоны компании Samsung Официально, да, их запретили авиакомпании Потому что они слишком уж далеко зашли В своем стремлении сделать аккумулятор меньше и тоньше Поэтому он загорался, да И, конечно, не как факел Но вот справа можно выглядеть, как он, что с ним происходило Поэтому вот мы занимаемся разработкой такого замены безопасной Достаточно успешно Ну и в завершение, да Это про хранение водорода, да Заканчиваю уже Как можно хранить водород, да Простой способ – это закачать его в баллон Чуть более сложный способ – это закачать его в баллон И при этом еще его охлаждать, да То есть в криогенном виде Понятно, что, наверное, для портативных источников энергии Все эти способы не подходят Даже если бы это было безопасно Хотя это небезопасно Это очень тяжелое, да С собой баллон носить не будешь Поэтому разрабатывают более продвинутые способы хранения водорода Как правило, это способы хранения водорода в виде В сорбированном виде, да То есть есть целая серия различных материалов Например, на основе гидридов, да Гидрид – это соединение, в котором водород выступает как окислитель То есть которые легко отдают водород Это химический способ И есть физический способ Это в обычном сорбенте, где просто водород хранится как в порох И здесь полимеры опять выходят как один из самых перспективных материалов Поскольку в отличие от всех этих систем, которые вот справа внизу здесь Полимеры дешевле всего И вот еще такой интересный факт и показатель Вот есть цифра 9% Слева внизу 9% это то массовое содержание водорода Которое должно быть Которое должно обеспечивать топливный бак для водорода При котором водородные автомобили станут экономически Значительно превосходить обычные автомобили Поэтому в Министерстве энергетики США даже есть такой целевой показатель Он был в 2015 году Они его кстати не достигли У нас есть у нашего фонда перспективных исследований показатель в 15% Достаточно амбициозный показатель Ну вот еще такой интересный факт Что на одном килограмме водорода Водородный автомобиль с топливным элементом может проехать 150 километров То есть представляете насколько это много То есть у нас расход у обычного топлива сколько там 5 в лучшем случае А то и 10 литров на 100 километров А здесь 1 килограмм водорода на 150 километров Вот такая вот интересная вещь Ну конечно пока не получается этого добиться То есть в лучшем случае самые дорогие материалы обеспечивают 5% А полимеры около 3% Но они при этом значительно дешевле Ну вот например такой как Сшитый, сверхшитый полистирол Вот такие вот более сложные каркасные структуры можно получать Это тоже полимеры Вот Как видите здесь можно достаточно гибко регулировать размер пор Вот нескольких нанометров до меньше нанометра Еще вот есть триозиновые полимеры И вот органо-неорганический полимер Металлоорганический каркасный полимер Вот здесь вот то что слева вверху 5 Это рассчитан размер поры под молекулу водорода А справа внизу большой Это под молекулу метана Размер пор рассчитан Ну вот надеюсь я сегодня заставил вас По разным, по другому, под другим углом взглянуть на полимеры И когда мы говорим, что пластик загрязняет планету Давайте все-таки будем честны с самим собой Что это мы на самом деле загрязняем планету Потому что мы выбрасываем пластик Вместо того, чтобы его собирать и перерабатывать А пластик при правильном использовании На самом деле сберегает экологию Спасибо за внимание, вопросы Пожалуйста Погодите одну секундочку Вам девушка передаст микрофон И вы сможете его задать Спасибо за лекцию Но на самом деле Хотелось бы не то что задать вопрос Но если можно попросить уточнить Вы, насколько я помню, назвали Натуральные полимеры и синтетические полимеры Но могли бы вы сказать пару слов, пожалуйста Об искусственных полимерах А кроме того, вы, кажется, сказали Что есть линейные полимеры и сшиты Но не могли бы вы рассказать поподробнее О других возможностях структуры полимеров Как лестничные, лестничные Возможно, это было бы интересно Спасибо большое за вопрос Безусловно, полимеры имеют огромное многообразие структур И молекулярный дизайн имеет широчайшие возможности Я, конечно, два таких самых больших класса, наверное, очертил Вообще большинство полимеров, которые нас окружают Они, конечно, синтетические Хотя их сырьевая основа вполне природная То есть самые крупнотоннажные полимеры Они синтезируются из нефти и газа Такие как полиэтилен, полипропилен Чуть более сложные полимеры Допустим, полиэтилен, терифталат Получается, конечно, ни в одну и ни в две стадии Но все равно из углеводородного сырья Полимеры природного происхождения Но это, наверное, в основном семейства целлюлозы Которых, может быть, там про порох Следующий спикер расскажет вам Вообще, например, есть еще такой термин, как целлофан Который часто называют пакеты На самом деле целлофан уже очень давно не применяется Как раз это был полимер, в основе которого лежал целлюлоза А сейчас, конечно, все пакеты это полиэтилен Но в целом, да, реплика абсолютно корректная Спасибо большое К сожалению, в 20 минут невозможно рассказать все о полимерах Хотя очень хочется Собственно, вопрос следующий Побывав в командировке на предприятии, которое занимается промышленной автоматикой и навигационным оборудованием У них есть очень классная рентген-установка И обязательно все партии поступающих литий-полимерных аккумуляторов Они проверяют на рентгене На отсутствие малейших загибов пластин Потому что литий, собственно, стреляет усами В процессе цикла заряда-разряда И происходит замыкание, собственно, батареи Она вспыхает и взрывается И вот вопрос, скорее, да, ближе больше к вам А ваше-то изобретение способно исправить эту проблему, скажем так С этой точки зрения я, конечно, не рассматривал пока То есть мы взяли как объект изначальный полиэтиленоксид И постарались разработать полимер, который устраняет в батареях его недостатки Не могу сказать, насколько там будет слабее или синее выражен тот эффект, про который вы сказали Это у нас цель дальнейших исследований Учтем Спасибо Здравствуйте Спасибо в первую очередь за лекцию И хотелось бы спросить Мембрана для водородных топливных элементов Это только будущее или уже настоящее? Это настоящее То есть вот тот картин, который я приводил Это промышленный полимер Который производился Сейчас производится Дюпонтом И еще некоторым где-то там Спиток фирм Он производился и у нас До развала Советского Союза К сожалению, производство до наших времен не дожило Но сейчас, надеюсь, будет восстановлено По этой лекции Расчитаем вопрос по поводу механических свойств Вот известные примеры Допустим, на основе Из углей тканей И смол В качестве связующего Которые имеют хорошие механические свойства При работе на примерном растяжении Да А имеются ли Также Вещества 5 классов Примеры, которые Хорошо работают И в других случаях Когда мы их там Сжимаем И погладим Потому что Для крыла МВ-21 Например, это была Большая проблема Как составить Пакет МВ-пластиковый Что-то вам не сломалось Спасибо Спасибо Отличный вопрос Есть Такое семейство полимеров Которые называются Суперконструкционными Ну, к сожалению У меня нету Слайдов Наверное, ближе всего Это Полиарамид Который у меня был в начале Сейчас я покажу Здесь Вот Ну, отчасти Только похож Да Допустим, такой полимер Как полиэфироэфиркетон Вот Семейство этих полимеров Не зря так названо Дело в том, что Они даже без Армирования По своим Механическим свойствам Сопоставимы с алюминием При этом они легче Алюминия в несколько раз Вот Основной тренд Такой Один из трендов Развития отрасли Композитов Это в том, чтобы Использовать В качестве связующего Такие вот Суперконструкционные Термопласты Да У нас Это линейные полимеры И они Размягчаются При нагревании В отличие от Эпоксидных смол Которые используются В крыльях МС-21 сейчас Но, к сожалению Не зря они Суперконструкционные Их очень Во-первых Там температура Пропитки будет Превышать 500 градусов И все равно Очень тяжело Правильно пропитать Волокно Поэтому Ну технологически Мы еще пока Не можем их делать Правильно Но если бы мы смогли То мы очень серьезно Улучшили бы Показатели на изгиб Например И показатели Межслоевого Про пироги Вот как если пирог Наполеон кто-то ел Он легко так Сдвигаются они между собой Так же и в композитах Вот если бы мы заменили Эпоксидную смолу На суперконструкционный пластик То мы бы В значительной степени Это снизили Спасибо большое за лекцию Было очень интересно У меня вопрос По топливному элементу Я вообще не понял Ну то есть Водород Мы проводим электролиз воды Получаем Водород То есть молекулы Водорода А не протоны Сейчас объясним Смотрите У нас Любое устройство Электрохимическое Оно имеет Анод и катод И вот в данном случае Мы на анод Подаем топливо Водород На аноде У нас есть Платиновый катализатор Этот катализатор Расщепляет у нас На компоненты Водород То есть на протоны И электроны И далее У нас мембрана Которая пропускает Только протоны Поэтому протоны Идут через мембрану А электроны Идут через внешний контур Потому что через мембрану Они пройти не могут А на анод То есть на катод У нас подается окислитель В обычном случае Это воздух Где уже у нас протоны Где у нас Также он расщепляется На компоненты И происходит Образование воды То есть в принципе Топливный элемент Это процесс Обратный электролизу Спасибо большое И еще один вопрос Это скорее связано С политикой Вот Какая политика ведется В области Сбора Полимеров Ну вот Самого распространения Наверное Полиэтилена И вот Который стеклообразный В Москве В России Ну потому что Нигде нету Вот этих Пунктов сбора И выдачи Если они есть То они такие Заброшенные стоят И туда мусор Просто бросают И все Спасибо Ну вот Понимаете Я задаюсь Тем же вопросом Каждый день Но к сожалению Я изучаю Химию полимеров А не Социологию Или вот что-то В этом роде Потому что Я не могу ответить На этот вопрос Я думаю Что это Общая Особенность Нашей страны И что мы К этому придем Но чуть позже Чем Допустим Цивилизованная Европа Допустим Вот немцы В этом плане Они чрезвычайно Педантичны То есть Они собирают У них даже Для каждого Видов пластика Отдельные сборники Есть Потому что Пластики Разные технологии Переработки Если мы Каждый пластик Отдельно будем Сортировать То это Очень серьезно Облегчает Работу Переработчикам Потом Которые занимаются Вторичной переработкой Думаю Что Ну Просто Нужно Этим заниматься И терпеть И тогда Через несколько лет Мы придем К этому Потому что Опять же Это на руку Нефтехимическим И полимерным Компаниям Потому что Это их хлеб Здравствуйте Спасибо за лекцию У меня Два небольших вопроса Сейчас Путают миф Что очень вредна вода Из пластиковых бутылок И второе При нагревании Если на солнце Стоит бутылка С водой Выделяются ли Кусочки полимера Спасибо Спасибо Но это миф Да Я всегда Это подчеркиваю Да То есть Пить воду Из пластиковых бутылок Абсолютно безопасно Этот полимер Он очень чистый В нем нет примесей В нем нет никаких Пластификаторов То есть Ну еще Там есть разные мифы Про память воды Там Про то Что Там Какие-то пыли Это все Вот В воде Точно ее нет Но это Я не знаю Кто это придумывает Но это точно Не ученые Про нагрев Ну на самом деле Вот Про нагрев Единственная проблема Что если пластиковую бутылку Перегреть То она потеряет форму Да Но для того Чтобы из нее Что-то вредное Начало выделяться Это ее нужно Нагреть так Как вы ее В быту не нагреете То есть Это температура За 200 градусов Там за 300 Только в этом случае Полимер начнет Разлагаться Если ее допустим Налить в нее кипяток Ничего страшного Не будет Просто она форму Потеряет Добрый вечер Спасибо за лекцию Спасибо Вот мы поговорили Об утилизации И переработке Пластмасс Да Не могли бы вы сказать Что-нибудь Об утилизации И переработке Вот этих Литиполимерных Аккумуляторов Топливных элементов Я просто слышал Что на самом деле Это не такая Серьезная замена Нынешней энергетики О том Что на данный момент Это утилизировать Все очень-очень сложно И очень дорого Могли бы комментарии Свои дать Спасибо Ну согласен Да Что когда мы переходим На что-то более Какую-то сложную технологию То мы Кратно увеличиваем Количество проблем Которые В перспективе Могут возникать Ну вот Я Не очень большой Специалист В утилизации Литиевых батарей Но по поводу Топливных элементов Там скорее Другая проблема Там проблема в том Что платиновый Катализатор Не умеют сейчас Нормально регенерировать А он всегда Отравляется Примесями Которые есть В водороде Вот Это вот Основная такая проблема С литием Да Сложнее Но Компетентный Комментарий Наверное Не дам Игорь Сергеевич Спасибо за лекцию Вопрос такой По вашей разработке Как я понял Вы на Фосфозайновые циклы Привешиваете Полиоксиэтиленовая группа За счет чего Не происходит Их горение Спасибо Да Ну вообще Это свойство Всех фосфорсорежаевых Соединений Они При горении Образуют Кокс И выделяют Воду Которая Собственно И гасит пламя Это опять я Такой вопрос Последнее время На ютубе Часто Можно увидеть Ролики С людьми Которые Забрасывают Резину Пластик И так далее В большой Чан Начинают Это все Нагревать И утверждают Что у них Получается нефть Можете дать Какой-либо Комментарий По этому поводу Ну Я не уверен Что это можно Сделать В чане Но Вообще Вот как Допустим Получают Бензин Берут Нефть И что Делают Проводят В общем Крекинг То есть Расщепляют Длинные Цепочки Углеводородов На более Короткие Поэтому С точки зрения Химического состава Допустим Полиэтилен Это тоже самый Большой алкан Длинный Поэтому Его В принципе Тоже можно Расщепить Другое дело Что Там много Чего еще Другого Происходит Например Сшивка Окисление Поэтому Ну Я не думаю Что там все так просто Хотя теоретически Это можно сделать Вот Но не так Что просто Замешал И сразу Получил Скажи Пожалуйста Чем Отличается Полиэтилен Высокой Плотности От других Я встречал Что Бывают Как минимум Два вида Да Спасибо Большое Сейчас У меня Есть Даже Для этого Картинка Сейчас Вот Значит Да Есть Полиэтилен Полиэтилен По-разному И Эти Эти радикалы Могут Вызывать Рост Не только По основной Цепи Но и Вбок И вот Вверху Показана Примерная Структура Полиэтилена Низкой Плотности Дело в том Что Из-за Вот этих Ответвлений Основная Цепь Основная Цепь Полимера Основные Цепи Полимера Не могут Приблизиться Близко К друг Другу И За счет Этого Между ними Нету Таких Сильных Межмолекулярных Сил О которых Я вначале Говорил У него И свойства Механические Хуже Из-за Этого Ну и Плотность Тоже Ниже Да Вот Полиэтилен Более Современной Технологии Которые Получают Его получают С помощью Катализа Определенным Достаточно Сложные Соединения Используют В качестве Катализаторов Они Не используют Радикалов И в итоге Цепи Получаются Почти Полностью Линейными С минимальным Количеством Боковых Ответвлений Такие цепи Легко Сближаются Друг с Другом И получается Плотность Выше Значительно Вот Он По Термическим Свойствам По механическим Свойствам Такой Полиэтилен Лучше Вот И Если мы Говорим О сверхвысоком Молекулярном Полиэтилене Это где Молекулярная Масса Порядка Десяти Миллионов То Он Настолько Хорошо Демпфирует Энергию Что используется В бронежилетах О котором Я тоже Говорил Еще Вопросы Да давайте Наверное Последний Вопрос И после Передем Второй Лекции Спасибо За лекцию Скажите Пожалуйста Предлагается При использовании Топливных элементов Для сохранения Водорода Использовать Сорбирующие Материалы А есть ли Проблемы При Добывании Обратно Из этого Материала Водорода Ну в принципе Есть Но они Не настолько Серьезные Как Если бы Мы хранили Просто водород В сжатом виде То есть По сути Хранение водородов В сорбированном виде Не очень Внешне Отличается От обычного Баллона Просто Внутри Баллона Еще находится Сорбент И Избыточное Давление Там все равно Есть Но оно Не такое Большое Как в Обычном Баллоне Сожжатым Газом Но Поддерживается Там Избыточным Для того Чтобы Водород Мог Достаточно Для того Чтобы он Высвобождался Оттуда И как раз В случае Пористого Хранения Легче Высвобождать Чем в случае Гидридов Потому что Гидриды Это все-таки Химическая Связь Физическая Связь Она не Настолько Прочна Поэтому В Адсорбированном Состоянии Немножко Попроще С этим Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты